шаббат шалом шаббат шалом шаббат шалом сегодня суббота великая шаббат агадоль аллилуйя аллилуйя сегодня особенная суббота предпасхальная суббота до суббота перед пасхой по традиции называется шаббат агадоль суббота великий буквально великая суббота аллилуйя до иночка шалом субботнего тебе утра дай всем братьям и сестрам во христе иисусе господи нашим армии приветствую всех кто подключается приветствую свою семью сейчас вот приветствую всех братьев сестер слава богу шаббат шалом шаббат шалом шаббат шаббат шалом так шаббат шалом шаббат шалом шаббат 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 шалом Субботний мир, Господний мир Шаббат, 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 шалом Вот и трансляция Есть, я вижу, что идет уже трансляция, слава Богу Так что, все, кто подключился, подключается Приветствую старым добрым еврейским благословением И приветствуем, шаббат, шалом Вот и здесь из книги исход, 12 главы, начало самое, обозначил я И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской Говоря, месяц сей да будет у вас, началом месяцев первым Да будет он у вас между месяцами года Аллилуйя Вот, в общем-то, этот месяц и идет Месяц Ниссан Месяц Ниссан, или же, как он называется еще, Авив 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 это по-русски, если с еврейского переводить Авив это цветущий, все там Короче, весна Это весна, проще говоря, весна Поэтому, значит, весна и до того в Израиле уже весна Но просто этот месяц, это буйство весны Вот так можно так сказать еще Это как бы апогей весны всей Самый красивый месяц, значит, в Израиле Да, в земле обитованный Месяц Ниссан Да, это буйство весны Это еще не лето, но уже и не ранняя весна такая Еще не начало лета, но уже и весна такая уже В самом соку Вот это и есть как раз Ниссан Или же Авив Авив, можно так сказать, да, буквально Авив на еврейском Поэтому Дамы и господа Братья и сестры Ну, здесь весна еще ранее Только еще все начинается Еще Да, значит А в прошлом году вообще Значит, в это время еще снежок был Вот здесь в Киеве Но Да, выпадал снежок как раз в это время Вот И Ниссан такой был у нас снежный Предпасхальные дни были снежные здесь Вот В этом году, значит Уже зацветают Расцветают Кустики отдельные Деревца отдельные Сакура начала цвести Чуть-чуть Некоторые деревца уже Да Я думаю, что на днях Здесь парк Киота Где Сакура Значит Высажена Думаю, что на днях Уже будет здесь красотища Невероятная Так что Вот так вот Так что если вы В Украине Если вы в Киеве То можете увидеть кусочек Японии Цветущую Сакуру Здесь Прямо в Киеве Это вот между станцией метро Чернигерска И Лесова Просто прогуляйтесь Это Парк Киота Называется Да Он прямо под моим окном Здесь Парк Киота Слава Богу Так что, друзья Благословения вам всем Привет из Киева С нашей Киевской архиепископией Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Такая ересь жидовствующая Как нас еще называют Значит В Великом Новгороде Об этом как раз мы так общались С братьями Да, говорит Значит Вот писали аж о нас Что мы ересь жидовствующих Вот, говорю Вот мы Жидовствуем А Говоря правильней Возвращаемся к корням Веры нашей Потому что действительно Исток нашей веры И православной И вообще Общехристианской веры Как раз именно В библейском Иудаизме Библейском Вот Именно потому что Есть К сожалению Много Чего в современном Иудаизме Не библейского Далеко Уже не Иудейского Но Слава Богу По милости Господи У нас есть Чем Проверять Отделять Зерна от плевел Да Есть Слово Божье Аминь И всякую Устную Тору Мы проверяем Чем Письменной Торой Как говорил Великий Муж Божий В православии Был в 19 Столетии Метрополит Московский Филарет Дроздов Благодаря его Труду Такому Неустанному Русская Библия Вообще появилась На белый свет Перевод Был синодальный Сделан Как раз Хотя он сам Не застал Как бы исполнение Вот Всего этого На чем трудился Издание Я имею ввиду Библии На русском языке Но Он всю жизнь Положил на то Чтобы Этот перевод Вообще Был Увидел свет Вот И Да кстати Его даже Традиционно Православная церковь Объявила святым Не так давно Кстати Да В России Вот И Так вот Насчет Филарета Святитель Филарет Роздов Еще в 19 веке Но Говаривал Что В православной церкви Сохраняются Как истинные предания Правильные Истинные Настоящие Так и ложные Предания Ложивые Его спрашивали Владыка Семинаристы спрашивали Владыка Ну как же нам Отличить истинное От неистинного Предания Ведь если Все это предание Да Как Ну как В иудаизме Называется Устная Тора Если все это Устное предание Если все это Ну частично записанное Православие Тоже Частично записанное Большей частью записанное Ныне Почти все записано Фактически Вот Как проверять И Филарет Роздов Говаривал Что У нас есть Вернейшее Пророческое слово У нас есть Библия И мы можем Этим словом Проверять любое предание Которое есть в нашей церкви И он говорил То что Те предания Которые Противоречат Духу и букве Писания От них нужно Будет отказываться Потому что Это ложное предание Хотя они и есть В православной церкви Да А те предания Которые не противоречат Духу и букве Писания То их должно Оставить И конечно же Передавать дальше Следующим Потомкам Нашим Но Конечно В 19 столетии В условиях Такого гнета Самодержавного Когда православная церковь Была Под жестким гнетом Царизма Вот То никакой реформации Не могло быть Даже речи В то время Вот Только лишь Ну Самые смелые Вот как Филарет Дроздов Лишь могли Высказываться Иногда На эту тему И все Но По милости Господней В начале 20 столетия Пало царское Самодержавие Вот И Был короткий период Свободы Меньше года Он продолжался В 17 году В начале 17 года Пал царизм Вот Ненавистное уже Всем людям Самодержавие Вот И до конца 17 года Продолжался Такой Некоторый Период свободы И Первый опыт Был построение Демократического Строя В России Да Первый в истории Демократическое Правительство Во главе с Александром Керенским Тогда пришло К власти Так называемое Временное правительство Но затем В конце Уже 20-го столетия В конце 17-го года Извиняюсь К сожалению Да Был переворот Вооруженный И террористы Взяли власть В свои руки Вот Вот такая история Вот Но в короткий Период свободы И потом Во время НЭПа Еще Так же И Ну как бы Оттепели Вот Обновленческие идеи Вот такие Реформаторские Они В общем-то Будем договорить Они Звучали И находили себе Вот Единомышленников Будем договорить Вот И В 20-е годы Это допустим Был Архиепископ Антонин Горновский Александр Венинский Александр Боярский Вот В Сибири Кто остался Там Петр был Кто еще Ну ладно Тоже Вот Думаю еще Такие семинары Буду проводить И у нас Здесь в Киеве Вот В России Тоже хочу провести Семинары Подобные Тоже Но сейчас В России Дружусь Так вот Нелегально Подпольно Вот Поэтому Без всяких Там Объявлений Конспирация Батенька Как говорится Ну вынуждены Конспирации Вынуждены Вот И загонений Сейчас Арестов Обысков Значит Потому что К сожалению Сейчас Вот Возвращается Такое Как бы Призрак Умершего СССР Погибшего Вновь Как бы Пугает Народы Вот Так вот Но Ничего Здесь в Украине Свобода По крайней мере В Украине Могу свободно Вот так вот Проводить Семинары Эти Вот Поэтому Приглашаю Всех вас Приглашаю И в это Воскресенье Приглашаю Кто будет В Киеве Значит На Значит Служение Где буду Говорить Об этом Как раз Это будет У нас Накловской Как обычно С 9 утра Да Уже завтра С 9 утра Служение Вот Завтра утром Также сделаю Трансляцию Как обычно Вот И после трансляции Сразу еду К себе На служение Вот В церковь Вот так вот Друзья Так что Пусть Бог Благоставит вас Всех Возлюбленные Ну а сегодня Великая Суббота Шаббат Шалом Роман пишет Да Света Шалом 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 Всем Мир Божий Шаббат Шалом Шаббат Шалом Шаббат 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 Шалом Субботний Мир Господний Мир Шаббат 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 Шалом Шаббат 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 Шалом Шаббат 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 Шалом Шаббат Шалом Шаббат Шалом Шаббат Шаббат Шалом Субботний мир, шаббат, шаббат, шалом От Авину, хай, наш отец живой От Авину, Авину молкенум, шеба шамай От Авину, От Авину, От Авину, хай Ам Израил, хай, Ам Израил, хай Ам Израил, Ам Израил, Ам Израил, хай От Авину, От Авину, Авину, Аллилуйя Ава, Авину, от Авину хай, от Авину наш Отец, наш Отец, Папочка, Бог Небесный жив, наш Отец живой, Бог Отец живой, от Авину, от Авину, от Авину хай, и народ Израиля жив, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И благоставляю, конечно, Иерусалим, благоставляю Израиль, молюсь о столице любимой, молюсь и благоставляю столицу возрожденного еврейского государства, благоставляю Иерушалаем, город Иерусалим. Салом, салом, Иерусалим Салом, салом, Иерусалим Салом, салом, Иерусалим Салом, салом, салу, салом, Иерусалим Салом, 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 салом мы живем и движемся и существуем поздравляю тебя с этим твоим праздником боже благодарю тебя господь что имею честь сегодня быть и братья и сестры мои имеем честь быть общниками боже этого твоего празднества быть приглашенными на твой праздник спасибо тебе господь спасибо ты шесть дней творил мир этот спасибо тебе господь за этот мир спасибо за время это временное измерение за весь материальный мир все что ты создал рукой своею фантазией своею о мыслью своею словом своим спасибо тебе господь спасибо огромное боже прими благодарность и хвалу господь слава тебе слава тебе и хвала боже всемогущий и их седьмой день ты почил и сегодня в субботу как и во все субботы мы вспоминаем ту самую первую блаженную субботу когда наши пращуру наши прародители адам и ева провели в тот шаббат с тобой спасибо тебе господь спасибо господь что на протяжении всех этих почти 6 тысяч лет человеческий род больше или меньше но помня об этом акте твоем творения помня о создателе чтили седьмой день благодарю тебя господь что шаббат ныне для нас это не только воспоминание о прошлом но и воспоминание о будущем потому что глядешь ты господь и не в безмолвии потому что господь мы ожидаем второго пришествия уже мы ожидаем и говорим гряди господи иисусе приходи возвращайся и мы знаем господь и слова твоего что святость шаббата святого дня седьмого будет восстановлена при втором пришествии господа это будет одно из знамений воцарение машиаха христа иисуса и со всех народов нашей земли на поклонение господу богу будут приходить к тебе господь на поклонение в иерусалим из суббота в субботу да будут каждую субботу приходить поклоняться раз в неделю представители разных народов разных племен раз цивилизации спасибо тебе господь спасибо 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 и также праздник Суккот, поставление кущей Будет вновь восстановлен Общепланетарно Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Благословен ты Бог наш И в шаббат мы вспоминаем не только творение То что ты есть творец этому миру Отец этому миру Создатель всего Но мы также вспоминаем И великий исход То что произошло 3331 год тому назад Это просто не подойдет Это не поддается описанию человеческому Это не поддается пониманию Даже до конца человеческому Ты сказал тогда 3331 год назад Ты сказал я Господь Бог твой Который вывел тебя из земли египетской Из дома рабства Да не будет у тебя других богов предлицо Моим Господь Ведь ты мог сказать что я Бог твой Который создал тебя Но ты сказал иначе Почему Вопрос Завис Уже больше 3000 лет Этот вопрос Стоит Ты сказал я Господь Бог твой Который вывел тебя из дома рабства Спасибо тебе Господь Ты показываешь действительно что ты ненавидишь рабство Ты Бог свободы Ты Бог жаждущий свободы Ты Бог дающий свободу Спасибо тебе Господь Ты ненавидишь рабство Ты разбиваешь оковы врага Ты разбиваешь оковы рабства Оковы рабского мышления И выводишь нас в свободу Спасибо тебе, Господь Благодарю тебя, Боже всемогущий Благодарю тебя за все Славлю имя Твое святое Боже наш, слава тебе Слава, слава Благодарю тебя не только за тот исход древний Но за и исход сегодняшний Сечашний исход Благодарю тебя, Господь Благодарю тебя, тогда был Моисей Слава тебе, Боже За героя Твоего За пророка Твоего За действительно Великого служителя Твоего Раба Твоего Моисея Но, Господь, наипаче Слава тебе за Агнца Твоего И Иисуса Христа Сына Твоего Енородного Господа и Спасителя нашего Наипаче Слава тебе, Господь, за искупление Рода Люцкагу Спасибо Тогда Великий исход Совершался Но сегодня Еще более великий Совершается Аминь Братья и сестры Дамы и господа Уже два тысячелетия Совершается Великий исход Почти Почти два тысячелетия В тридцатом году Будем уже отмечать Уже Двух тысячелетия Со дня начала Этого Великого исхода Или же Библейский Еще это можно сравнить Со строительством Храма Потому что Мы живем в эпоху Третьего храма Уже два тысячелетия Без малого Созидается Третий храм Святой в Господе Из живых камней На основании Апостолов Пророков Имея краеугольным камнем Самого Иешуа Самого Иисуса Христа Имея краеугольным камнем Самого Мессию Созидается Храм Святой в Господе Из живых камней Два тысячелетия Стройка тысячелетий Продолжается А сегодня Как никогда ранее Сегодня Как никогда ранее Покойный Билли Грэм Говорил Что За последних Там Тридцать Сорок лет Двадцатого столетия Обратилась К Богу Приняла Иисуса Христа Своим Господом Спасителем И Целителем Приняла Крещение В согласии Со своей верою Вступив В завет С Господом Приняв Этот завет Божий Новый завет Божий Примерно Сток же людей За тридцать Сорок лет Последние Двадцатого столетия Сколько За всю Предыдущую Историю Христианства Вместе Взятую Девятнадцать С половиной Столетий Предыдущих Вот Дамы и господа И Первое Десятилетие Вот Получается Тогда было Пятнадцать лет Уже Пятнадцатом году По моему Это публиковалась Информация Что За Десять Пятнадцать лет Уже Двадцать первого Столетия Начало Двадцать первого Столетия То же самое Произошло То есть Массовая Евангелизация Происходит Сейчас Общепланетарно По всему Миру По всему Миру То есть Получается Последние Десять Пятнадцать лет Они превзошли Славой Своей Все Славу Предыдущую Церкви Божьей То есть Обратилась К Богу Приняла Христа Иисуса Спасителем Своим Вступила В завет С Господом Вот Столько же Люди Столько За всю Предыдущую Историю Христианства Вместе Взятую Получается Это как В прогрессии Просто Церковь Растет Как В прогрессии Удивительно Друзья Африка Латинская Америка Индокитай Сегодня География Пробуждения Она Обширна Она Действительно Обширна И мы живем Век интернета Когда Кстати Билли Грэм Он Свой последний Крусейд Провел Уже физически Он не мог На стадионах Собирать людей Вот Значит Но он был Хотя Ветхий человек Его Ну как бы Внешний человек Его Уже Ветшал Очень серьезно И он болел Но Внутренний Был Еще как Крепок Вот И Билли Провел Такой последний Крусейд В интернете Да Это был Интернет Крусейд Вот И больше Миллиона Человек Заполнило Анкеты Молитвы Покаяния Вот И присоединилось И заявило Желание Присоединиться К поместным Церквям В своих Странах В англоязычном Мире Удивительно Друзья Мы живем Век интернета Когда Ну для неверующего Все не на пользу Неверующему Человеку Невозрожденному Дай Самое хорошее Изобретение Не знаю Ну Атомную энергию Неверующий Человек Он все Испохабит Исгадит И сделает Только лишь Во вред А верующему Наоборот Все на пользу Все на здоровье Добрым людям Как поется В украинской песне Добрым людям На здоровье Да И значит Так что Друзья Вот Интернет Для неверующих Это Ну что Это паутина В которой Запутываются Души людские Будем так говорить Нечестивы Еще делают Нечестие Да Но для святых Это возможность Еще освящаться Сегодня Слово Божье Звучит Вот в том числе Вот здесь онлайн Пожалуйста По всем странам По всем континентам Сегодня Слово Божье Звучит везде Удивительно Миллионы Миллионы душ Просто Онлайн Постоянно Постоянно Подсоединяясь Слышат проповеди Слово Божье Участвуют В разных служениях И Которые Прямо сейчас Происходят И которые Уже прошли Уже допустим Запись Уже Слушают Удивительно Конечно Так что Друзья Мы живем Век Когда Нечестивы Еще делают Нечестие С одной стороны Как бы Усиливается Нечестие Но с другой стороны И святой Еще освящается А праведный Творит правду Еще И для нас Это не всемирная Паутина Для верующих Это сеть Это сеть Евангельская Накинутая На всю планету Сеть Евангельская Которая Накинута На весь Этот Божий Мир Аллилуйя По возвращению Это операция По возвращению Домой По возвращению К Богу Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Царь Вселенной И мы живем Век исполнения Как с одной стороны Из самых страшных Пророчеств Библии Но с другой стороны Из самых прекрасных Самых удивительных И самые-самые Из всех самых удивительных Прекрасных Пророчеств Библии О последнем времени Это пророчество Машиаха Он сказал Что его Возвращение Будет ознаменовано Такой глобальной Всемирной Евангелизацией Ей Аллилуйя Спасибо тебе Господь Аллилуйя Спасибо 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 Аллилуйя Благодарю тебя Господь Благодарю тебя Господь Боже За то что Слово Твое Оно распространяется Сегодня Как никогда ранее Во всей По всей вселенной Боже Благословен ты Царь наш Благословен Господь Благословен Благословен Вот И хотя Некоторые страны Изолируются Как бы Да Например в Китае Жестко есть цензура В интернете Но все равно Слово Божье проповедуется Все равно Несмотря ни на что Аллилуйя Россия Сейчас вот К сожалению Пошла по такому По такому же пути И в конце года 19-го Обещают Изоляцию Интернета Российского Сегмента Но Знаете Я верю Что Бог наш Есть хакер Всех хакеров Он Любую сеть Взломает И Слово его Придет по любому Даже если Опять как Советский Союз Будет И опять Глушилки стояли Помните да В СССР Стояли глушилки Но что мы делали Слушали да Голос Америки Из Вашингтона Слушали Конечно же слушали Кто-то слушал наверняка Вот Вот я помню как Да Глушили да Там приходилось Приемникам постоянно Вот так вот значит Вводить Потому что Только поймаешь волну Предложение Два предложения Услышал И опять Опять приходится искать Вот Где-то В этих частотах Потому что глушилки Работали 2-4 часа в сутки Вот значит Но не всегда Иногда там Видимо там Либо по пьянке Либо как-то еще Плохо глушили Вот значит И можно было лучше услышать Новость Информацию Вот Узнавали Правду Вот таким образом Слышали Значит Информацию И верующие Могли слышать Как раз там И Слово Божье Вот По BBC Значит Англия Транслировал Там Значит Там Радио Эфир Там проповеди Всевозможные Тоже То что запрещали А еще умудрялись Еще верующие Мало того что Ну Наловчились Так вот Ловите этот канал Ловчились Годами учились Вот И еще плюс Еще на магнитофоны Тогдашние Успевали записывать Кое-что На эти бобины Эти большие Записывать Некоторые проповеди Некоторые Наставления Богослужения Хоры Некоторые Песнопения Христианские И Потом Это все Могли слушать Тоже в кругу Семьи Семьи Конечно КГБ И милиция Там шерстила Арестовывала Значит Там Конфисковывала Но все равно Для Слова Божьего Нет уз Люди распространяли Слово Божье Поэтому даже Если сейчас В России Как бы Вот Значит Опять Железный занавес Опускается Вот И к концу года К ноябрю По-моему Или когда там Обещают Опять Сделать Этот занавес Только уже Информационный Такой Вот Опять верующих Пытают Опять верующих Насилуют Убивают В России Сегодня И Борются Со словом Божьим Люди Значит Кто-то Искренно Ненавидя Верующих Кто-то Просто Подолгу Службы Особенно Ну как бы Без энтузиазма Но Как бы то ни было Опять Время Такое Но Во всякое Время И когда Нас хвалят И когда Ругают И когда Нас гонят И когда Наоборот Дают Свободу В любое Время Мы Торжествуем В Господе Иисусе Христе И История Показывает И жизнь Показывает И я Тоже Об этом Свидетельствую Что порой Когда гонят Больше Чудес Происходит Больше Как раз Именно Возможности Для сверхъестественного Проявления Поэтому я верю И ожидаю Что к концу Года В России Начнется Время Больших Божественных Чудес Потому что Чем сильнее Гонение Тем сильнее Вот В этой тьме Зажигается Свет Божий Поэтому Никакая тьма Не погасит Свет Божий Аллилуйя Спасибо тебе Господь Поэтому Братья и сестры Благоставляю Особенно В странах Где гонят Сегодня Христиан Вот Благоставляю вас Во имя Господне Вот И в духе И в истине Служите Господу Радуйтесь И Апостол Павел Самые радостные Послания Свои писал Из тюрьмы Вот так вот И он писал Не плачьте Со мною А писал Сорадуйтесь Мне Сорадуйтесь Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Святой Спасибо Спасибо Благоставляем Всех гонимых Благоставляем Гонителей Прощаем Благоставляем Потому что Не ведут Что творят Еще 2000 лет Назад об этом Говорил наш Учитель Умирая на кресте Он говорил Не ведут Что творят Прости Мочи И так же Мы молимся За врагов Наших Гонителей Наших Прости Мочи Не ведут Что творят Вот Но И в свободном мире Мое слово Отдельное Для верующих В свободном мире Дорожите свободой Здесь в Украине Сегодня свобода И многие верующие Не дорожат Этой свободой Не ценят Эту свободу Думают Что эта свобода Лишь для Прибытка Лишь для Устройства Материальной жизни Лучшего Конечно В Украине Сегодня можно Гораздо лучше Материально Устроиться Чем в России Допустим Но Но с другой стороны Знаете ли То есть больше Есть возможности Таких реализовываться Ну в бизнесе Допустим И прочее Но с другой С другой стороны Скажу Что как бы то ни было Все равно Когда свобода Для верующих Это Повод К обогащениям Да И устройствам Это тоже хорошо Все конечно Но Это в первую очередь Повод для благовестия Повод для Устроения Царства Божьего Укрепления Царства Божьего Поэтому Бог да благоставит Здесь верующих Тоже Вот именно Укрепляться Вот И молиться Молиться Слава Богу Пусть Бог благоставит Вас всех Дорогие друзья Во имя Иисуса Христа Отец Благодарю Тебя Боже всемогущий За все За все Благодарю Тебя За это утро доброе Когда милость Твоя Обновляется К народу Твоему Аминь 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 Вот И братья Сестры Сегодня Великая Суббота И сегодня Я хочу тоже Причастие Совершить вместе С вами У меня Фатер Вот И Я здесь Да у меня здесь Такая лепешка Фатер называется Фатер Который Ну Хлеб Хлеб отца Отцовский хлеб Кстати Обычно На Востоке Всегда Он хлеб Квасный Но когда пекут На Востоке Вот в Узбекистане Допустим Татарстане Когда пекут Фатер То есть Отцовский хлеб Хлеб отца Да То он Всегда пресный Интересно Да Наблюдение Я думаю Что многие Даже мусульмане Не подозревают Почему именно Называется Отцовский хлеб Почему Фатер Вот И почему он пресный Вот Но с помощью Библии Я могу объяснить Мусульманам Как раз Почему это так вот Почему Потому что Отец Небесный Дал нам Ну Правда раз В год Есть пресный хлеб Хлеб бедности Но когда-то Мы 40 лет подряд Ели Да Значит Будем так говорить Ангельский хлеб Тоже Воспоминание такое Он был бесквасный Вот так вот Но В первую очередь Конечно Идет речь о маце Вот Но Фатер Это не маца Конечно Но Это так Аля маца Это хлеб Он совершенно пресный Он замешивается И тут же выпекается Поэтому они Они даже Говорили Что мы только По спецзаказу Делаем Либо на праздники Какие-то На свадьбы Там Еще куда Вот Значит И И мы Говорят Это Вот Ну вам Сделали Тоже Такой Хлебушек И спекли Спасибо Говорю Вот Вот так У них Он дороговатый Значит Но зато Вот Качественно Спекли Прям Настоящий Фатер Это Такими Слоями Здесь Пресное Тесто Вот Интересно Вот И Хлеб Отца Хлеб Отцовский Хлеб Аллилуйя Спасибо тебе Господь И вот И Сейчас Сегодня Я совершаю Причастие Хлебопреломление Возьмите себе Хлеб Какой у вас есть Я бывает Ржаной беру Хлеб Какой угодно Вот Пожалуйста Вот Кстати Остается Неделя Нам На Приготовление К Пасхе Поэтому Запасайтесь Мацой Я вчера Купил Мацой Немного Себе Вот Уже Вот Поэтому Но еще Хочу В синагоге Тоже Купить Иерусалимской Мацой Купил Польскую Мацу Вот Слава Богу Слава Богу За все Но Причастие Конечно Это Очень Качественный Хлеб И очень Вот И Запах Конечно Вообще Такой Спецфистский Как говорится Да Запах Просто Потрясающий Доброе утро Всем Вера пишет Аллилуйя И вам доброе утро Вера Пусть Бог Благоставит вас Вот И Плод виноградной лозы У меня сок Виноградный Здесь есть Вот Вчера тоже Купил И на Песах Купил себе Чтобы на Седр Песах Вот Так что Друзья Вот Налейте себе Сок Возьмите себе Хлеба Если нет Сока То Просто Воды Налейте Я практикую Тоже Причастие Просто воды Наливаю себе Или в бутылочки Беру Вот И хлебушка Какого-то Сухариков Каких-то Чипсов Не знаю Чего-нибудь Пожевать Значит И Молюсь Принимаю Как тело и кровь Христа И Не просто Как тело и кровь А именно Тело и кровь Христа Спасителя Потому что Для меня Это Причастие Это Евхаристия Это Таинство Это Хлебопреломление Вот И Там Где нет Хлеба Допустим Даже Там Допустим Там В Китае Там Рисопреломление Совершается Рисом Рисом Все В них Вот В Японии Причастие Рисом Совершается Вот Значит Но Или В Латинской Америке Порой Кукурузными Хлебами Лепешками Совершается Самое главное Не качество хлеба Вот Или его свойства Состав Самое главное Наше рассуждение О теле и крови Иисуса Христа Потому что Причастие совершается Не просто ртом Нашим То что входит в нас Оно не может нас Не осквернить Или же Осветить не может нас Но то что исходит из нас Это либо оскверняет нас Либо освещает А что же освещает нас То что оскверняет Там написано Пожалуйста В Писании Помыслов Всевозможно лукавые Но освещает нас Помыслы святые И вот помыслы Самые святые Освещающие нас Это помыслы О теле и крови Иисуса Христа Это действительно Освещает нас То есть Верующий человек Размышляя О спасении О крови Иисуса Он Освещается Он Он Действительно Это его освещает И я Как верующий Сегодня Поднимаю хлеб И Бокал И Провозглашаю Победу моего Господа Спасителя Иисуса Христа И говорю То что Исповедовали наши Братья Тогда 2000 лет назад Тот же самый Символ веры Апостольский Христианский Что нет Другого имени Под небом Данного нам Человеком Которым Надрежало бы Нам спастись Аминь Спасибо тебе Господь Благодарю тебя За все Благодарю тебя Благодарю тебя За Голгофу За кровь Я тебя Благодарю За воскресенье Твое За победу Твою За жизнь Вечную Бесконечную Жизнь Счастливую Пресчастливую Благодарю Тебя Отец Мой Бог Мой Царь Мой Иегова Творец Неба И земли Ава Отче Аллилуйя Папочка Небесной Мой Благодарю Тебя Иисус Христос Спаситель Мой Господь Мой Брат Мой Друг Мой Целитель Освободитель Мой Аллилуйя 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 Благодарю О Дух Святой Ты всегда Со мной Утешитель Мой Ты мой Герой За все Я Благодарю Я Тебя Мой Бог Люблю Я Тебя Господь Люблю И за Все Благодарю За Голгофу За Кровь Я Тебя Благодарю За Воскресенье Твое За Победу Твою За Жизнь Вечную Бесконечную Жизнь Счастливую Пресчастливую Благодарю Тебя Мой Бог Отец Мой Ава Отче Аллилуйя Благодарю Тебя Иисус Христос Спаситель Мой Господь Мой Благодарю О Дух Святой Ты всегда Со Мной Утешитель Мой За Все Я Благодарю Я Тебя Господь Люблю Я Тебя Мой Бог Люблю И за Все За Все За Все Благодарю За Жизнь Вечную Бесконечную Жизнь Счастливую Пресчастливую Спасибо Тебе Господь Благодарю Тебя Мой Бог И Царь Великий Государь Благодарю Тебя Бог Бог Господь Господствующих Благодарю Тебя Царь Небесный Аллилуйя Аллилуйя Дана Тебе Вся Власть На небе И на земле Господь И здесь На земле Боже Мы Хвалу Тебе Возносим Аминь Аминь Да Возносим Тебе Хвалу Сегодня Сейчас Этим Добрым Утром Субботним Утром Этой Великой Субботой Шаббат Агадоль Спасибо Тебе Господь Да Боже Всемогущий Воспоминаем Ту Субботу Субботу Накануне Нашего Исхода Накануне Нашего Выхода Из Рабства Вспоминаем Сегодня Тот День Когда Отцы Наши Брали Ягнят И Привязывали Их Вводили Их В дом Вводили Их Торжественно С благоговением Пели Асанна Спасение Спасение Божье И Вводили Этих Ягнят Непорочных Чистых В свои Дома Боже Я благодарю Тебя За то Что Агнец Твой Иисус Христос Две тысячи Лет Назад Также Вошел В Иерусалим В этот День День Когда Агнцев Привязывали И он Вошел Кроткий Смиренный Непорочный На сыне Подъяремный На ослике Въехал В город Благодарю тебя Господь За это Таинство А затем Он был Распят И кровь Иисуса Христа Ныне Омывает нас От всякого Греха Кровь Иисуса Христа Ныне Нас Омывает Спасибо Тебе Господь Кровь Иисуса Христа Агнца Твоего Божия На косяках Наших домов Наших Семей Нашего Всего Ты Наше Все Кровь Агнца Твоего Иисуса Христа На косяках Нашего Разума Нашего Сознания Подсознания Нашей Души Нашего Тела Дух Наш Возрожден Кровью Агнца Твоего Нашего Спасителя Брата Моего И друга Моего Царя Моего Целителя Моего Господа И Спасителя Моего Спасибо Тебе Господь Спасена Душа Моя Спасибо Тебе Господь И сегодня Преломляю Хлеб Смерть Господню Возвещаю С радостью С торжеством Смерть Господню Возвещаю С великим Торжеством Потому что Кровью Иисуса Христа Я Спасен Я Прощен Исцелен Благоставлен Всеми Благословениями Небес Возвещаю Смерть Господа Моего Иисуса Христа Которая Есть Истинная Евангелие Спасение Всему Миру Потому что Ты Бог Во Христе Примирил С Собою Весь мир Не вменяя Людям Преступлений Их И дал Нам Слово Примирение Примиритесь С Богом И вот Знаки Мира Знак Примирения Бог И человек Человек И Бог Аминь Братья и сестры Вкушайте Спасибо Тебе Господь Спасибо Тебе Спасибо Тебе Господь Спасибо Спасибо Тебе За этот Фатир Хлеб Отца Боже Мусульмане Пекут Этот хлеб Уже больше Тысячи лет Пекут Даже Не понимая Порой Чаще всего Не понимая Кто Отец И что За хлеб Но я Прошу Тебя Господь Боже Тоже Как Мусульманин Татарин Прошу Тебя Господь Открой Глаза Мусульман Миллионов И миллионов Душ Что Ты Бог Аллах Есть Отец Наш Ты Есть Наш Отец И Твой Хлеб Это Сам Спаситель Наш И Сам Осих Сын Твой Единородный Агнец Твой Непорочный Тело Христово Примите Братья Сестры Источника Бессмертного Вкусите Аллилуйя Аминь 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 Кров Аминь 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 Ты Наш Фатер Ты Хлеб Отца Ты Наша Жизнь Благодарю Тебя Господь Благодарю Тебя За все Благодарю Тебя За жизнь Вечную Благодарю Тебя За Прощение Ты Простил Боже Ты Просто Простил Я Просто Это Принял Спасибо Тебе Господь Ты Просто Исцелил 2000 лет Назад На кресте Голговском Ты Не только Грехи Мои Взял Все Но и Ранами Твоими Я Исцелился Я Просто Это Принял Спасибо 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 Ум Христов Имея Просто Принимаем Это Я Просто Принял Это Спасибо Тебе Господь Спасибо Жизнь Христа Иисуса Кровь Христа Омыла Меня Кровь Христа Исцелила Меня Кровь Христа Благословила Меня Аллилуйя Слава И Хвала За Кровь Твою Слава И Хвала За Жизнь Твою Слава И Хвала За Кровь Твою Любящий Мой Бог Аллилуйя Аллилуйя Иисус Христос Ты мой Спаситель Ты мой Господь Ты мой Целитель Спасибо Тебя За Пречащение Пречисто Святых Твоих Тайн Тела И Крови Твоих Спасибо Тебе Господь Милостивый Государь Спасибо Тебе Бог Богов Господь Господствующих Спасибо Тебе Спасибо Спасибо Иисус, спасибо, за все спасибо, 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 благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо, Господь, спасибо, Иисус, спасибо, спасибо, за все спасибо. Спасибо, Господь, спасибо, благодарю тебя, Господь, за исцеление Твое, за жизнь вечную, Боже, за служение на этой земле, Господь, которую Ты даешь нам, Боже. Потому что, будучи телом Твоим, Боже, Твоими руками, Твоими ногами, Господь, Боже, членами Твоего тела, Господь, Боже, мы действительно потому несем благую весть и страдавшемуся миру. Больных исцеляем, мертвых воскрешаем, Боже, обогащаем нищих, Боже, потому что, Господь, Ты в нас, а мы в Тебе. Потому что Ты, Господь, среди нас, среди народа Своего и благоставляющий Бог Ты, Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за все. Благословен Ты, Царь Вселенной. Аминь, аминь, аминь. Дамы и господа, братья и сестры, благоставляю вас всех во имя Господня, во имя Иисуса Христа. Благоставляю ваши дома, родных, ближних. Благоставляю свою семью сегодня, супругу свою, детей наших, внуков наших, котов наших, все наше благоставляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Ва имя Иисуса Христа. Ва имя Иисуса Христа. Так что друзья, паки и паки, как говорится, снова и снова поздравляю вас с Великой Субботой. Аминь, аминь, аминь пишут, да братья, роман пишут, вера, аминь. Слава Богу, благоставляю всех вас, люблю, обнимаю, целую всех во имя Господне. И из города Киева, с нашей реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Благоставляю всех вас, и завтра кто будет в Киеве, заходите обязательно на служение. Или же у кого есть знакомые друзья в Киевляне, приглашайте их тоже. Родственники, знакомые друзья. Вот, завтра я буду здесь проповедовать, значит, в Киеве. Вот, потом, не знаю уже дальше, как там получится уже. В Киеве, вне Киева или, вот, как там. Короче, ой, такие дела. Да, молитесь, короче, о служении моем. Вот, спасибо огромное всем за внимание. Пусть Бог благоставит вас. Не забывайте тоже и финансово участвовать в моем служении Господу. Вот, так что, вера пишет, шаббат, шалом, отец Сергий, привет из Ксес. Аллилуйя, Ксес. Аллилуйя. Привет всем святым. Да, слава Богу. Так что, очень хорошие воспоминания, как раз, вот, о занятиях, вот, о семинарах. Слава Богу. Да, для тех, кто не в курсе, для тех, кто не в теме. Ксес, это киевское, славянское, как там называется, да, на евангельское семинарии. Вот, пусть Бог благоставит вас всех, вот, и учащихся, обучающихся. Да и мы все ученики Христа, ученики Христовы. Ой, слава Богу. Вот, хоть не выключай эфир прям. Вот, ну, я этот фатир буду доедать сегодня, вот, и рассуждать о теле и крови Христа. Чего и вам желаю тоже. Размышляйте сегодня о великой жертве. Да, хочу напомнить, сегодня Великая Суббота. Та самая, те, кто подключился. Та самая Суббота, память того дня самого, что было, произошло 3331 год назад. Когда в Субботу, накануне нашего выхода из рабства египетского, вот, Бог, слушаясь повеления Божьего, люди Божьи, евреи, неевреи, все, кто послушался Слово Божьего, они водили ягнят, козлят, значит, водили в свои дома. И торжественно их водили, ну, как будущее жертвоприношения. Вот, и красивое совпадение. Именно в этот день как раз и Агнец Божий, Иисус Христос, въехал в Иерусалим, значит, по сути, так, что вас с праздником можно поздравить тоже и входа Господнего. Вот, именно 10-го Ниссана вспоминается это, это сегодня 8-й, правда, Ниссана, то есть 10-й Ниссана будет послезавтра, но, почему сегодня об этом говорим, потому что это все происходило в субботу, накануне выхода. Поэтому, по традиции, именно вот этот шаббат, он называется шаббат Агадоль, суббота Великий, буквально, суббота Великий. Хотя обычно переводится как Великая Суббота, но шаббат это женского рода слово, вот мы говорим даже Царица Суббота, мы называем, да, еще? Вот, Агадоль, Агадоль это мужского рода слово. Поэтому немного, если буквально переводить, немного как-то глупо звучит Суббота Великий. Но, когда вдумаемся в смысл вообще вот этого воспоминаемого события, то мы, конечно, говорим, да, это действительно так оно есть. Спасибо Господу за все, благоставляю всех вас, с Богом, да, вечерком сегодня подключайтесь в 6 часов вечера, ну и завтра в 6 утра. Шалом, мир всем.